Витаю всех глядачей, в том числе и подписанке в канал «Сейчас». Я Улана Кырык и рада витать Сергей Жирнов, специалист из Международных видосов в господслужб, полушний старший офицер службы за внешнюю розвитку КТБ СРСРТ Руси. Разуме с нами. Сергей, приветствую вас, рада видеть. Здравствуйте, Алена, и привет всем нашим зрителям. Будем начинать вот с каких новостей. Путин подписал закон об отзыве ратификации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. Но вот что интересно, до настоящего времени этот договор так и не вступил в силу, потому что порядка 8 государств из 44, которые имеют ядерное оружие и потенциальные возможности для его создания, этот договор не ратифицировали. То, что Путин подписывает этот документ, вот что это означает? Дальнейшую демонстрацию ядерных возможностей, способностей России, либо вот что за этим стоит? Я сначала должен отреагировать. Я не уверен, что он не вступил в силу. Я думаю, что он вступил в силу, потому что там есть всегда... В международных договорах всегда есть порог минимальный, за которым уже считается, что если там подписало 50 государств, 60 государств, он уже вступает в силу. А этот договор подписало, по-моему, 160 государств и ратифицировало. Так что он, по-моему, действует. Он действует, договор этот, в любом случае. Другое дело, что там есть несколько значимых игроков, которые, с одной стороны, его не подписали, и, с другой стороны, подписали, но не ратифицировали. Не подписала его Индия, ядерная держава. Не подписал его Пакистан, ядерная держава. По-моему, Израиль. То есть все те государства... Ну, Северная Корея, естественно, да. А среди стран значимых, ядерных держав, которые не ратифицировали, прежде всего были Соединенные Штаты Америки. И Путин просто здесь, ну, так сказать, это такая детская реакция. А вот мальчик из соседнего двора, вот я-то все сделал, а вот он еще там до конца не закончил. Он все, конечно, соблюдает, но бумажку не написал. Да, и поэтому, поскольку он бумажку не написал, я свою бумажку отзываю. То есть это вот примерно такая реакция. Это абсолютно детская реакция абсолютно невзрослого человека. И никакой, ничего серьезного в этом смысле не произошло. Да, потому что он просто уравнял Российскую Федерацию, Соединенные Штаты Америки в отношении этого договора. Все страны, кстати, соблюдают этот договор в основном. Единственное, кто его не соблюдает, это там Северная Корея, говорят, там, производила какие-то подземные испытания. Вот. Но в основном все страны соблюдают. И Путин, кстати, оговорился сразу. И Путин, и все российские руководители, которые на эту тему высказывались, они говорили, что мы не... Это не означает, что Россия выходит из этого договора. И что Россия начинает там чего-то испытывать. Нет. Она просто отзывает свою ратификацию. То есть, в общем, это ничего не изменило. Это просто создание дипломатического и пропагандистского повода. То есть это ИПСО такое. Причем убого ИПСО. Потому что я вам напомню, что каждый раз, когда Путин говорит про ядерное оружие, это значит, что у него на фронте обычной классической войны в Украине все идет очень плохо. И ему постоянно надо напоминать, что Россия является ядерной державой. И что, не дай бог, вам чего-то там сказать против России. У нас есть ядерное оружие. Можем ответить вам и так далее. То есть это, наоборот, показатель его слабости. Точно так же, как те ядерные учения, ну, условные ядерные учения, которые он провел на прошлой неделе, потому что там не было испытаний ядерного оружия, там не было взрывов ядерных боеголовок. Но это была демонстрация, правильно? Это была демонстрация слабости Российской Федерации. Опять же, потому что это демонстрация. Сильному не нужна никакая демонстрация. Если у вас есть сила, если у вас есть реальная сила, то вам ничего демонстрировать не надо. Вы знаете, вы тихо спокойно сидите, и все знают, что у вас есть сила. А вот если у вас нет силы, если вы проигрываете на фронте классической войны, тогда вам нужны демонстрации чего-то большего. То есть, опять же, это детский сад, когда один сопливый мальчик, которому не удается победить более слабого мальчика, и тогда он говорит, а вот сейчас придет мой папа, или сейчас придет брат, и он тебе там накостыляет. Вот это вот на таком уровне. То есть, Путин на самом деле инфантилен абсолютно. Это инфантильная реакция путинская, которая доказывает, что у него ничего нет. Кстати, по этим испытаниям, значит, они хотели просто доказать, что у них, по крайней мере, что-то там летает. Да, потому что в последнее время пошла дискуссия о том, что, а вообще работает ли путинское ядерное оружие? А вообще летает ли что-то там у Путина? И вот они запустили, значит, ядерную триаду, значит, они запустили баллистическую ракету из подводного положения, из подводной лодки Синеву, они запустили, значит, Явс из шахты, то есть баллистическую ракету стратегического назначения, и они подняли в воздух две тушки 95-е, и запустили там кратных ракет, значит, воздушного базирования. И вроде они все поразили цели и так далее. Но это вся история, это, опять же, психологическая операция, ИПСО, так называемая информационно-психологическая специальная операция, рассчитанная на широкую публику, а не на специалистов. На специалистов, наоборот, Путин подтвердил, опять же, свою слабость, потому что ракета Явс – это модернизированная ракета «Тополь». Это модернизированная советская ракета «Тополь», которая разработала, начали разрабатывать в 1975 году, испытали в начале 80-х, поставили на боевое дежурство где-то там в 85-м или 86-м годах. Синева – это старая советская ракета Р-29 или Р-19, не помню, точно надо проверить. Но это старая советская ракета твердотопливная, которая под морского базирования, которую начали разработкой в 1977 году и которую поставили на вооружение там в 88-м, по-моему, году. Потом, кстати, ее сняли с вооружения, а потом начали снова производить уже при Ельцине в конце и при Путине. То есть, на самом деле, он подтвердил, Ту-95 – это турбовинтовой самолет. Вот турбовинтовой самолет. Большой, конечно, но турбовинтовой – производство 50-х, 60-х годов Советского Союза прошлого века. То есть, ему там больше 60 лет. Вот из этого турбовинтового самолета большого запустили крылатые ракеты, опять же, которые там Путин – это старые, опять же, все советские старые разработки. А Путин всех пугает новыми. Вот сарматами сказал, что поставили их на боевое дежурство. Но сармат почему-то не запустили. А я знаю, почему. Я ответ уже много раз говорил, но повторю. Потому что это вещь, которую важно знать. Потому что у Путина один-единственный сармат есть. И больше нету сарматов у него. Вообще не могут построить они. Потому что нет электроники у них. У них железо есть. То есть, вот болванку, они сделать могут железную болванку. Даже могут наполнить ее там этим взрывчатым веществом, которое там находится. Ну, в смысле, не взрывчатым веществом, а топливом. Бойголовки у них есть старые советские к этому делу. Да, есть все. Но летать она не может, потому что электроники нет. Потому что сарматы эти делали. Вы будете смеяться. Сгадайте с одного раза, где их делали. Их делали в Южмаше, в Днепре. Для Советского Союза предыдущие ракеты, из которых вырос сармат, делали в Южмаше, в Днепре. Понимаете? А потом, когда Россия поругалась с Украиной, Украина сначала отказалась участвовать в производстве этих ракет. А потом, после 2014 года, отказалась обслуживать российские ракеты, которые она обслуживала. Ну, кстати, она отказалась в 2014, обслуживала еще, по-моему, до 2019 года. Так что без украинских инженеров и без украинской базы Южмаша Российская Федерация не способна ни строить, ни обслуживать ракеты сармат. И за это в прошлом году Путин уволил этого самого Рогозина, козла, сказав ему, что он просто некомпетентен, потому что Рогозин ему вешал лапшу на уши много лет. И Путину, даже Путину это надоело. Уж Путин держит при себе всех некомпетентных людей, пьяницу Медведева при себе держит. Не может его просто уволить, черт твоей бабушке. Вот, а Рогозина уволил. Ну, потом Рогозин там плакал, плакал, плакал и сделал из него теперь, значит, этого сенатора от несуществующей российской Запорожской области, потому что даже не захвачена она до конца. Вот, и даже наполовину не захвачена. Вот, а потом поставили Борисова. И Борисов, значит, Путину говорил, что вот я тебе там сделаю сармат, попытался сделать, в феврале сделали пробный пуск, и он не полетел. Ну, то есть первая ступень отработала нормально, а вторая упала. И у Путина нет современного оружия. И когда он запускает, делает испытания старым советским оружием, то это же убогость. Это убогость, потому что если ты хочешь кого-то испугать и показать, что у тебя есть ядерный потенциал, то ты должен показывать современный ядерный потенциал, а у него его нет. Вот китайцы, вы знаете, новая информация прошла буквально на прошлой неделе, что китайцы достигли уровня 500 боеголовок ядерных. И это показатель китайской действительно того, что они сильны в вооружениях, потому что у них было 350 головок. То есть им за два года практически удалось сделать чуть не 150 боеголовок. Это очень серьезное продвижение. И они планируют к 30-му году наклепать до тысячи ядерных боеголовок у себя. Вот это страна, которая, так сказать, настоящая супердержава. Ну, в пику Соединенных Штатов Америки, конечно, она слабее США, но тем не менее она стремительно наращивает свой ядерный потенциал, современный, современный ядерный потенциал. У России всего этого нет. У России 5800 боеголовок старых советских. Ну, и немножко новых, там, 500, наверное, боеголовок, которые за 25 лет путинских модернизировали и создали новые. Потому что, на самом деле, это очень серьезная проблема поддержания в рабочем состоянии ядерного оружия и создания нового. Потому что это же распадающиеся элементы. То есть там постоянно надо менять все это дело. Это стоит безумно дорого. Вот Китай себе может это позволить, а Россия на самом деле сама себя истощает всем этим делом. И Путин, может быть, даже ищет просто возможность утилизировать это советское оружие где-нибудь. Вот поэтому у него такая мечта нажать на ядерную кнопку и стать вторым президентом в истории человечества, который применит ядерное оружие на реальном, значит, театре боевых действий после американцев в 45-м году. Ну, точно так же, как вот они эти Х-101 советские утилизируют, которые просто иначе надо будет выбрасывать, потому что они уже вообще не могут даже работать. Они, кстати, у них падает половина Х-101, которые запускают из Каспийского бассейна, просто падают и никуда не летят. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok